Как ускорить мышечный рост? Я не буду сильно углубляться в науку, я просто расскажу вам, как заставить ваши мышцы быстро расти. Прежде чем вы идете в тренажерный зал, вы должны четко понимать, зачем вы туда идете. Для того, чтобы мышцы росли, нужно дать им для этого причину. Если вы идете на тренировку без заранее разработанной стратегии, или вы идете на тренировку просто потаскать железо, то вряд ли у вас что-то выйдет. После каждой тренировки вы должны обеспечить мышцам причину для роста, а для этого нужно соблюдать следующие правила. Первое. Не тренируйте более двух частей тела в один день. Проработка не более двух частей тела за тренировку – очень важный принцип, который будет держать вашу физиологическую и психологическую активность на высоте. А опытным атлетам нужно прорабатывать только одну часть тела на тренировке. Запомните, это очень важное правило. Номер два. Тренировка не должна длиться более 40 минут. Это также очень важное правило. Вы совершаете грубую ошибку, если тренируетесь более 40 минут. Вы должны укладывать свою тренировку в этот временной интервал. Уже через 40 минут концентрация и интенсивность начинают резко снижаться. Тренинг в пределах 40 минут максимизирует пики гормональных выбросов благодаря своей высокой интенсивности. Так, после 40 минут тестостерон в крови резко падает. Номер три. Не делайте более шести подходов на одну мышечную группу. Каждый рабочий подход истощает ваши биологические ресурсы, без которых мышечный рост невозможен. Поэтому берегите свою энергию. Это правило также очень важно. Номер четыре. Делайте от семи до девяти повторений в рабочем подходе. Это правило также очень важно для успешной работы. Рабочий подход – это подход к весу, с которым вы можете сделать не менее семи и не более девяти рабочих повторений. Соблюдение этого правила вовлечет в работу максимальное количество мышечных волокон. Номер пять. Между рабочими подходами отдыхайте от двух до трех минут. Очень важно дать мышцам восстановиться к следующему подходу. Однако, не стоит забывать, что каждый человек имеет индивидуальную скорость восстановления. Некоторым людям не хватает и пяти минут для восстановления. К следующему подходу ориентируйтесь по собственному самочувствию. Номер шесть. Тренируйте одну мышечную группу каждые 4-7 дней. Сейчас речь пойдет про восстановление. После тренировки в ваших мышцах образовываются микроразрывы. Поэтому, после тренировки вы чувствуете боль в мышцах. Это значит, что мышцы получили стимул для роста. Давайте разберем, что происходит в мышцах после тренировки. Первые от 12 до 24 часов ваши мышцы будут восстанавливать гликоген в мышцах. Это значит, что организм восстанавливает утраченную энергию. И только потом начинается рост мышечных волокон. Поэтому, надо дать мышце полностью восстановиться к следующей тренировке. Если вы новичок или имеете небольшой опыт, то тренируйте одну мышечную группу каждый 4-й день. Если у вас за плечами больше года тренировок, то тренируйте одну мышечную группу каждый 5-й день. Собственно, чем сильнее и больше становятся ваши мышцы, тем дольше им нужно времени на восстановление. Поэтому, постепенно увеличивайте период восстановления. Номер 7. Каждые 10 недель берите неделю отдыха для обеспечения максимального мышечного роста. В такую неделю прекращайте тренировок мышцы, как бы ремонтируйте себя. Многие люди испытывают страх перед прерыванием тренировок. Они боятся потерять форму, но бояться здесь нечего. После такой недели вы вернетесь в зал значительно сильнее и массивнее. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok